В эфире Еда. Живая и мертвая. Программа о том, что есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить дольше. Многие россияне полюбили лечиться от простуды при помощи вот этого узловатого корня. Да, речь идет про имбирь. Он и в самом деле прогревает так, как будто внутри тебя начался пожар. Но безопасно ли это? И что вообще диетологи и кулинары точно по науке знают об имбире и его свойствах? Этому сегодня посвящена наша пятерка недели. ГИМО. Экономический факультет. Так, ну всего, всего лишь два курса. Вы знаете, я была... Актриса Юлия Такшина впервые попробовала имбирь на Шри-Ланке и теперь не представляет без него жизни. Вопросы к любимому корню, впрочем, остаются. Например, почему в магазинах он белый, а тот маринованный, что подают в суши-барах, имеет розовый цвет? Лишь могу догадываться, что наверняка цветет он, может быть, какими-то розовыми цветами. Возможно, я не думала, тему не развивала, но, может быть, вы мне подскажете. Непременно подскажем. Имбирь действительно бывает с розовыми и белыми цветами. Но не в этом дело, а в сезонах сбора. Все по полочкам мне разложил сенсей в Токийской академии суши. Розовым в натуральном виде бывает молодой имбирь, который собирают в мае, а весь остальной просто подкрашивают пищевым красителем, вот таким. Он безопасен и на вкус не влияет. Так ломтики лучше выглядят и гармонируют с другими продуктами на столе. Хотя сами японцы, как я заметил, чаще едят имбирь в неподкрашенном, желтоватом виде. Его съедают понемногу в промежутках между поглощением разных суши. Это нужно, чтобы обнулять вкусовые рецепторы, стирая у них воспоминания о тунце и готовя к встрече, например, с угрем. И, конечно, в Азии повсеместно применяют имбирь не только как еду, но и как лекарство. То же самое отметила и Юлия на Шри-Ланке. Мне заболело горло, и ко мне подошли местные жители и сказали, Юлия, нужно попробовать джинджу, и горло пройдет. Я подумала, что такое джинджа? Они говорят, не волнуйтесь, это очень интересная и очень полезная вещь. И они мне дали имбирь, это был обычный имбирь. И у меня действительно сразу прошло горло. Корень имбиря богат витамином С и витаминами группы В, которые стимулируют иммунитет. Но главное тут есть гингерол, алкалоид, одновременно стимулирующий выработку тепла и подавляющие воспаления. Идеальное сочетание с чаем. В семье писательницы Дарьи Донцовой этот напиток в большом почете. Это я просто делаю имбирный чай. Апельсин, лимон, немножко зеленого чая, много тертого имбиря, мед. Ну, такой очень распространенный рецепт. А исследователи из Колумбийского университета в США доказали, что некоторые из гингеролов, например, гингерол-6, это потенциальное лекарство, способное бороться с такой серьезной болезнью, как бронхиальная астма. Мы проводили исследования на фрагментах гладкой мускулатуры дыхательных путей и обнаружили, что гингерол-6 в чистом виде способствует расслаблению спазмированной мышечной ткани. Подчеркнем, речь идет об опытах с чистым веществом, выделенным из корня. И просто есть имбирь при астме будет, конечно, бесполезно. А вот применять его при укачивании – это можно. Эффект будет доказано наукой. Он хорошо действует на систему пищеварения в плане того, что стимулирует немножечко. И поэтому, когда такие вот состояния, когда вот как у беременных токсикоз или укачивает во время полета, то нужно какое-то такое отвлекающее средство, которое стимулирует выработку желудочного сока и снижает вот эти симптомы укачивания и токсикоза, то есть тошноту. Мы решили проверить это на Алисе и Руслане, которым всегда нехорошо в транспорте. Ради эксперимента они согласились на нелегкое для себя испытание – покататься на заднем сиденье автомобиля с неуравновешенным водителем, а затем погонять на американских горках, правда, не настоящих, а в шлеме виртуальной реальности. Тут тоже укачивает, но всегда есть возможность остановиться. В обоих случаях добровольцы за полчаса до старта выпили по полстакана воды с чайной ложкой имбирного порошка. Попробую, надеюсь, поможет. Если честно, я не очень верю, что поможет. И напрасно. Даже после четырех кругов виртуального аттракциона Руслан чувствовал себя отлично. Алиса оказалась не таким крепким орешком, но и она заметила улучшение. Чуть-чуть, на самом деле, тошнит. Но по сравнению с тем, что если бы я не плавал, то было бы немного пруже. Даже если взять с собой в дорогу имбирный пряник или просто кусочек корня и есть их по чуть-чуть, то путешествие пройдет гораздо приятнее. Кроме того, есть от имбиря и масса другой пользы. В пищеварении имбирь благодаря инулину активно выводит холестерин из организма и снижает опасность развития атеросклероза. Благодаря, опять же, большому количеству вот этих вот эфирных масел имбирь стимулирует перистальтику, восстанавливает нормальное пищеварение. И укрепляет сосуды, что хорошо и для сердца, и для интимной сферы, и для красоты. Кстати, применять имбирь можно не только внутрь, но и наружно. Благодаря его разогревающим свойствам компрессы с измельченным корнем помогают при простуде и уменьшают боли при ушибах, растяжениях и радикулите. Косметологи не возражают и против масок из имбирного сока, если, конечно, нет каких-то индивидуальных противопоказаний. Особенно имбирь полезен при проблемной коже, потому что помимо вот этого разогревающего действия, он обладает еще бактерицидным действием. Одобряют специалисты и имбирные маски для волос. Это улучшает внешний вид и даже ускоряет рост. В интернете этому масса подтверждений. Девушки говорят, что всего за месяц применения уже видят эффект. Волосы отрастают чуть длиннее, чем без имбиря. И все-таки сильно увлекаться имбирем в разных видах, а тем более заменять им традиционное лечение, не стоит. У этого корня есть и противопоказания. Прежде всего пострадать может пищеварительная система. Активные вещества, которыми полон имбирь, являются раздражающими. И поэтому, если есть какие-то уже воспалительные заболевания кишечника, гастрит или энтерит, то тогда, скорее всего, имбирь лучше не употреблять. С имбирем надо быть осторожнее и людям с болезнями желчного пузыря, печени, сердца при повышенном давлении. И даже в малых дозах не стоит его сочетать с препаратами, разжижающими кровь. Эффект может оказаться слишком сильным. Но и не стоит забывать, что маринованный имбирь готовится, как правило, с немалым количеством сахара. Хотя много этой закуски, конечно, вряд ли кто-то съест. И о таком риске, как потолстеть от имбиря, мы, конечно, всерьез говорить не будем. У этого корня есть, пожалуй, другая проблема. Он все делает слишком вкусным. Так что остановиться просто невозможно. Одно из моих любимых применений имбиря – это тайский суп томка. Он делается на кокосовом молоке с курицей, помидорами, грибами. Иногда кладут ананасы. По початке кукурузы молодой. Еще здесь важны очень травки местные. Галангал, лемонграсс, ну и, конечно, ломтики имбиря. Потому что они здесь дают такую даже не остроту, а аромат и кислинку, которая создает, ну, то, что называется словом пикантность. Это очень приятно, особенно в жару. Имбирь, кстати, и для русской кухни не такая уж диковинка. Он упоминался еще в 16 веке в домострое – сборнике наставлений по всем вопросам устройства жизни, в том числе и кулинарным. Это разнообразный сбитень, в котором тоже имбирь, ну, как такой тонизирующий элемент, обязательно должен был присутствовать. И, конечно, мы не можем обойти мимо такое наше традиционное блюдо, как пряник. Оно ведь даже по своему названию происходит от слова «пряности». В пряники имбирь добавляли в сушеном виде. И то же самое по сей день делают, например, при приготовлении имбирного печенья. Ну, а любительница этого корня – актриса Юлия Такшина – куда только его не кладет. Например, в мясо. Мясо становится более нежное, сочное, вкусное, ароматное. Вот, пожалуй, это основное, куда мы его применяем. Ну, и опять-таки я достаточно много добавляю его в чай или просто в кипяток с лимоном. И буквально вот уезжая на съемки или на гастроли, всегда беру с собой термос именно с имбирем. Любят его и профессиональные кулинары. Шеф-повар Максим Фисун поделился с нами рецептами необычных маринадов из имбиря для утки и свеклы. В первом случае используется свежий корень. Так можно делать вообще с любым мясом – хоть с курятиной, хоть с говядиной. А во втором – имбирный порошок. Это деликатный вариант, чтобы не перебить аромат самой свеклы. То имбирь, он сам по себе придает тонкий вкус и аромат, который подчеркивает вкус продукта. В целом этот корень, несомненно, еда живая, а не мертвая. В малых дозах имбирь способен и блюда украсить, и здоровье укрепить. Главное, как всегда, знать меру. Главное, как всегда.